всем привет надеюсь вы уже слышали эту новость про которую я только что узнал но если не слышали то я спешу с вами поделиться как вы знаете у российского флота есть только единственный авианосец а точнее не до авианосец это с громким названием авианесущий крейсер адмирал кузнецов или в простонародье кузя незабвенный кузя который как-то отправился в далекую сирию впервые в жизни ну и там утопил два своих же самолета вот причем когда он проходил мимо берегов англии по гибралтасков проливу где мы разрешили проехать вместе с буксиром который значит контролировал его проход чтобы он это самое не наткнулся не потерял ход не наткнулся на какой-нибудь там мель или камень вот и даже вот во время этого прохода он умудрился нанести экологическую катастрофу потому что его трубы настолько сильно дымите что никто не мог понять на каком топливе он работает вот и до сих пор это непонятно ну ладно пришел он обратно и значит поставили его в большущий плавучий док и только начали его ремонтировать как этот док завалился кран упал на палубу этого кузи пробил эту палубу в общем нанес достаточно серьезный ущерб вот но мало того что док затонул это был единственный долг такого размера в котором можно было чинить кузю причем это до был приобретен у швеции до у швеции маленькой швеции еще в каких-то там шестьдесятых годах по моему ну то есть шведы списали свой долг россияне свой построить не могли ну и вот они до сих пор пользовались этим долгом сейчас он затонул вот ну и кузи как бы это делать был нечего отправили в мурманск на ремонтом не знаю как как вот там убил берега привязали канатом наверное там что-то ремонтировали вот и вот сегодня такая новость произошла что на кузе случился огромнейший пожар да вот ну там конечно как обычно идет вранье что там типа из трехсот человек которые там на борту это время работали пострадало всего двенадцать вот хоть и тяжело но они еще живые тип того ну а трое как бы без вести пропали но если без это уже дохлые точно да но эти которые тяжелом состоянии скорее всего тоже не долго им осталось да вот тем более думаю они там на морозе не получая нормальный зарплат наверняка время работы бухали конкретно но здесь чем и все это могло произойти но из как сказать из достоверных источников не могу раскрывать из каких просочилась такая информация что причина была возгорание не в том как вот официально объявили что сварщики пьяные сварщики варили а под ними там лужа мазута была потому что ну на кузе там сами знаете там все почти все нижние отсеки они давно уже не жилые затоплены водой мазутом там обесточены чтобы пожара не был на всякий случай и они фактически не жилые да вот их уже невозможно устанавливать даже него типа там плавал мазут попала туда эта самая искра и произошло возгорание но это конечно бред сего и кобылы вы понимаете так вот возвращаемся к моему источнику который сообщил вот под большим секретом ну вот я вам сейчас рассказываю да можете распространять новость что причина была совсем другом совсем другом как вы помните не так давно но несколько месяцев назад в черном море точнее вроде в керченском проливе да там про не того моста крымского россияне значит атаковали там парочку этих маленьких текотерков военных украинских арестовали моряков держали их это самое в плену долго еле-еле удалось значит их освободить но и там по международным законам и все такое россия должна была вернуть обратно эти катера они долго упирались вот но в конце концов вернули ну и как вы знаете вы можете это проверить прочитать что когда украинцы получили обратно эти два катерка своих вот оказалось что там были выберут лампы выключатели розетки ну то есть электрические приборы которые можно использовать но в своей квартире к примеру да вот есть пока катера находились там под российские юрисдикции ну там ушли морячки ли кто пограничники российские они там поснимали что можно что может пригодиться у них хозяйстве в частности были сняты все туалеты до унитазы унитаза точнее да были снят с этих украинских катеров но видимо унитаза были такие хорошие в исправном состоянии да вот на кузе как вы знаете все там уже было разворовано и до этого ну а так как вот опять же кузе должны были в двадцать первом году уже после ремонта пустить так сказать опять в плавание куда-нибудь утопить следующие самолеты вот эти унитаза решили установить на кузе и значит но единственное перед установкой их не проверили не удосужились фсбшники проверить унитаза оказывается оказывается украинские моряки когда увидели что вы час их уже будут арестовывать там блокировать да они заминировали эти унитазы они были заминированы вот но естественно рукой там никто не лазил их вот как сняли с катеров этих на кузе установили и вот они стояли ну и вот эти работяги значит которые занимались сварочными работами вот ну там бухали периодически там в туалет нужно было посадить пиво не пилёс там да нужно было бегать в туалет к одному из них вот а там были поставлены таймер таймер датчики значит на определенное время да там с опаздыванием взрыватели да вы знаете взрыватель с таймером и вот как раз вот на сегодня 12 число были установлены взрыватели и вот почему трое исчезли до трое не могут троих этих сварщиков не могут найти потому что там было пять или шесть унитазов да а вот трое сварщиков как раз захотелось им после пива пасать они пошли значит все трое сильно три унитаза и вот как раз таймер сработали и все это взорвалось да вот отсюда вот три значит три человека не до сих пор не могут найти остальные которые были поблизости оказались пораженными осколками от унитаза ну вы знаете унитаз дел из фаянса до из такого жесткого острого материала если он взрывается естественно разлетаются скоки сильно поражающей силы вот ну и вот 12 человек сейчас тяжелом состоянии но пристать это как граната разорвалась до взрывается унитаз мощный такой вот вот она истинная причина аварии на этом самом на кузе мы здесь начался пожар сгорели все силовые кабеля короче все уже есть если он ремонту и подлежит то еще год-два его будет ремонтировать и неизвестно чем то все кончится так что вот я вам сообщила такую новость про которую вам еще никто не рассказал но вот можете воспользоваться и распространять ее дальше все всем пока